друзья я продолжаю выкладывать фрагменты мастер-класса который я проводил несколько дней назад в киношколе яркий там компания fuji презентовала свои новые камеры это x-t3 и x-t30 вот на x-t3 я снимал две недели документальный фильм мне она очень понравилась и я решил рассказать как я ей пользовался но неожиданно оказалось что там пришло подавляющее большинство фотографов я переформатировал свое выступление так чтобы оказаться им максимально полезным вот я рассказал свое видение как фотографу быть успешным видеосъемки вот и сейчас будет вторая часть моего видео называется четырех пальцевый метод режиссуры это мое авторское название только что придумал друзья посмотрите пожалуйста мне кажется это очень важно вот вы сейчас на всю жизнь запомните одну штуку которая вам будет жизни помогать вот смотрите как вот смотрите очень легко и просто давайте вот так вот 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 так вот два пальца вы ставим татья кто сделает тот тот получит все а теперь вот так вот еще и смотрите да поняли вот эта серединка примерно в два раза больше чем каждый из этих частей да вот точь первая часть помните трехчастная структура слышали первая часть вторая часть и третья часть вот каждый кадр каждый фильм каждая вот штука фраза вот как каждый кадр кадр это на кнопку нажали кнопку выключает кадр у нас да вот если он не совсем точно а даже приближаться будет вот по таким законам примерно потому что никто не делает вот но если вот вы немножечко будете это в голове держать то ваши кадры будут просто совершенно отличаться даже если это черный черный будет кадр абсолютно черный там что-то мелькает да да и давайте вот просто вам расскажу что что в этих трех частях вот коротко коротко совсем коротко да ну мы все знаем первая часть завязка 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 жуткая завязка вот запомните фразу не моя фраза не я придумал это николай дрейден мне сказал это мир в который нас забросила классно на марс забросила там не знаю под землю забросила куда угодно мир который нас забросила следующая часть следующая часть это борьба с трудностями и трудности должны быть больше чем возможности характера ну например мы знаем все эти библейскую историю допустим давид и голиаф да как там 16-летний парень запулил до камнем до убил голиафа и здоровенного да как будет интересно смотреть например если допустим там мой пятилетний внук подойдет меня и набоцкает не на вот а если я скажешь ну что за урод да вот представьте как ему трудно придумать допустим пятилетнего мальчику там какого-нибудь победить то это же это же интересно смотреть это я такие вот вот всемирный столь и что в третьей части должно быть вот она в два раза длиннее должна два раза длиннее то есть мир в который нас забросила борьба с трудностями и третья часть то есть неожиданный финал то есть если вот во второй части но вот фильмы возьмем во второй части герой почти погиб да здесь он чудесным способом да выигрывает то есть этот примерно примерно вот так вот вот примерно не надо сильно с на этим замарочить вот примерно держите в голове вот эту трехчастную структуру и каждый кадр каждый кадр у нас вот вот тоже может начало иметь серединку да и некое некое завершение вот всегда можно и в документалке это найти и где угодно вот ребята сделать попробуем то о чем я говорил трехчастную какой-то кадр трехчастный мы же все на контрастах посмотреть вот здесь у нас пара есть да да вот сидят вы же прижали вот так вот допустим допустим вот их не очень-то что-то интересует посмотрите им мы и вот у нас есть вот тот очень замечательный да вот вот прекрасный до колоритный персонаж да вот то есть мы для себя определяем начало и конец кадра и люди находятся в разных составе вот вам допустим вдвоем хорошо например там особо не смотрите и что мы делаем и кадрируем как смотреть вот оно пошло но если бы мы про них не говорили они бы конечно на это не заметили вот продолжали бы дальше смотрите у нас дальше входят вот лучше всегда лучше разобщаться разобщаться от более крупного к общему потому что мы что-то людям открываем а если мы от общего крупному почти всегда это будет слабее потому что мы на общем уже все увидели ну есть исключение да но вот посмотрите берем и что мы как мы кадрируем вот смотрите раз и мы вот они уже отошли мы мы их уже поняли что они уже чуть-чуть у нас следующий к следующий человек ходит кадр упс все нет вот следующий кадр человек ходит кадр да мы каждый раз зрителя как бы чем-то кормим новой 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 информации новой да и вот смотрите и вот допустим и финишируем вот на этом до человеке а как допустим как бы нам его повыразительнее смотрите если мы если мы вот от лица уйдем на ухо вот как люди да вот лишь бы покрутиться это же невыразительно мы в глаза да в глаза ведь человеку заглядаем то есть вот если мы шли вот так вот то мы бы вот так вот вот и остановились а что бы произошло если бы вот в реальном скину он смотрел смотрите какой бы кадр у нас замечательный получился то есть он бы но он он смотрел кино ему смешает какой-то мужик да вот то есть мужик стоит и он бы как-то как как-то бы отреагировал да вот правда посмотреть или никогда или значит я ошибся да ну тема хорошая работа режиссера что ты можешь все придумать и и не получилось да классно же классно вот нами ли тебя ты снимаешь учительский форум сложный случай стоит человек на сцене что-то говорит учителя это такие люди которые тебя будут все время конспектировать будут писать вот они сидят пишут 500 человек тебе надо в перерыве 3 4 из них сделать интервью а кого кто может быть самый интересный вот мой метод мой метод как я их определяю допустим это люди если они сидят вот так вот все сидят то у кого развитая мелкая моторика вот у нас начинуть начнем делать то есть вот говорят что дети с развитой мелкой моторикой они как бы более интеллектуально вот раз нахожу раз а можно с вами потом поговорить да 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 ну там то ждет трех-четырех до из них обычно половина что-нибудь какой-нибудь восторг то есть тот кадр который я снимал мог бы выглядеть так интересная завязка это двое влюбленных которые где-то сидят вот они окружены каким-то количеством людей и мы видим как-то в расфокусе может быть это кино а может быть нет а дальше камера от них начинает отъезжать и мы видим множество людей которые смотрят на экран что-то записывать очень серьезно и попадаем мы на следующего последнего удивительного человека с большой окладистой бородой это наш неожиданный финал но и если мы его вот так вот перекрыли камерой стали перед ним то почти наверняка он отреагирует то есть у нас будет еще какая-то изюминка на торте это вот что касается вот такой вот трех частная структура одного кадра а есть трех частная структура всего произведения вот по тем же самым способом нужно строить наше повествование друзья если я вам оказался полезным поставьте лайк напишите комментарий ну и подписывайтесь да и вообще будем друзьями вам радости и успеха да и мне тоже